Рады представить нашего ранкового гостя, лайф-коуча, натуропата, психолога Андрея Калякина. Доброго ранку вам, дякую, что вас знакомы. Добрый день. Итак, в первую очередь, наверное, начнем с того, что вчера была весьма успешная встреча с николаевцами. Не отпускали вас очень долго. Как видим, многие николаевцы хотят изменить свою жизнь в лучшую сторону. Как прошла вообще встреча, ваши впечатления? Ну, очень долго добирался, наконец-то добрался до Николаева. Я вообще из Киева приехал. И первые два часа, естественно, была программа, очень мощная, очень плотная. Рассказывал очень много и о здоровье, и о психологии. Немножко затронули даже духовные практики. Но людям так понравилось, что где-то до начала 11-го мы еще продолжали, и люди задавали вопросы. Я даже не знал, что делать. Я говорю, ребята, ну давайте уже сделаем цикл. И поэтому, собственно, родилась идея сделать сразу цикл, чтобы людям дать знания, дать технологии, и как правильно дальше уже двигаться с их желанием развиваться в плане здоровья, психики. Ну и, возможно, для кого-то уже затронут какие-то духовные практики. Если, скажем так, вчера люди очень долго получали информацию, скажем так, до 11 вас держали, то сегодня у наших телезрителей есть уникальная возможность все тезисно получить. Ну, конечно, не все, но хотя бы самое важное и самое главное. Наверное, начнем с того, что если есть желание поменять что-то в своей жизни, с чего стоит начать? Я вот давно уже и часто, постоянно на своих лекциях и семинарах говорил о правиле 4П. Я его синтезировал из разных там технологий, и оно звучит очень просто. Постепенно, постоянно, последовательно, позитивно. Если постепенно, значит плавно, постепенно внедрять в свою жизнь какие-то маленькие, небольшие привычки, не сильно вдаваясь в какие-то жесткие какие-то перемены. То есть, скажем так, не ставить себе слишком высоких целей, чтобы не разочаровываться. Да, очень плавно, очень плавно, по одному небольшому шагу на 1% увеличивая просто давление в своей жизни. Если вы хотите отказаться от алкоголя, то лучше отказываться постепенно. Если хотите уменьшить количество кофе в вашей жизни, уменьшать постепенно, то с небольшой степени. Постоянно, это значит каждый день. Какие-то трансформации, которые вы делаете, вы проводите каждый день. Если вы увеличите количество салатов или количество написанных строк вашего бизнес-плана, или книги какой-то, или еще чего-то, то это нужно делать каждый день. Каждый день это вводит дисциплину в вашей жизни, и, соответственно… Как говорят психологи, 21 день и привычка готова. Да, совершенно верно. Я считаю, что на самом деле 21 день – это больше такой пиар-ход, а все-таки там, скорее всего, около 3-4 месяцев. Поэтому вот эта плавность и вот эта регулярность, она все-таки имеет значение. Следующее P – это последовательно. Это значит идти по чьим-то следам. Часто не нужно изобретать никакой велосипед, не нужно выдумывать какие-то, сидеть там и постоянно изобретать. Как говорится, все выдумано до нас. Все уже давно выдумано. Есть технологии, да, есть лайф-коучи, вот как я, да, есть другие, есть книги, в которых написано «От А до Я» такая программа, да, пошаговка, да. Есть смысл и следовать ей. Если вы следуете сразу разным каким-то программам, то, ну, возможно, какие-то наложения, и никто не возьмет ответственность, никакой лайф-коучи скажет, слушай, ты же не в ту сторону пошел, да, ты попытался совместить, но это несовместимые вещи, да. И самое интересное, самое четвертое P – это позитивно. Постепенно, постоянно, последовательно, позитивно. Никогда не выдумывайте что-то такое, что вас будет угнетать, да. Не напрягайтесь так сильно, чтобы вот вы пошли в спортзал или вышли на пробежку на утреннюю. Начните с пяти минут, потому что постепенно, да, но обязательно… Ползти, скажем так, не надо уже на той пробежке. Не мучайте себя, да. Если идет дождь, ну, выйдите просто на улицу, подышите этим прекрасным дождем и зайдите домой, но вы уже сделали небольшой шаг, да. Вот эта вот позитивность с улыбкой делать какие-то изменения, да, в вашей жизни. Если вы собираетесь больше кушать салатов, то, ну, сделайте тот салат, который вам нравится. Не мучайтесь с огурцами, которые вы не любите, или с морковками, которые вам не по зубам, да. То есть нужно брать… Если мы говорим, да, как раз о последнем P, да, позитивно, то в любом случае разные бывают изменения. Некоторые люди, скажем так, под влиянием моды, времени, я не знаю, чужих советов все-таки делают негатив для себя, те же диеты там и так далее. То есть тоже нужно тут в этом плане мыслить правильно. Да, и для этого, опять же, нужны проводники, так называемые, ловкоучи, психологи, кто угодно, да. Есть смысл честно заявить себе, что я пока некомпетентен. Я обращаюсь к специалисту, я с ним обсуждаю и на практике я проверяю. Критерий, самый главный истинный, это практика. Если у меня что-то не получается, значит, я делаю что-то не так. И делать это постоянно лбом об стену нет смысла. Нужно обратиться к специалисту, а лучше даже к двум-трем, на всякий случай, чтобы выработать какую-то систему правильную между собой, для того, чтобы двигаться уже более-менее правильно. Потому что сейчас действительно в мире есть все. И задача учиться у самых лучших. Учиться внедрять свою жизнь и смотреть на эти изменения. Если эти изменения пройдут через неделю-две, значит, система работает. Если изменений нет, скорее всего, вы делаете что-то не так. В моей системе, системе питания, системе психологии, которую я в центре «Альтернатива» вчера вещал, эта система начинает работать буквально со второго дня. Уже буквально с первой минуты можно некоторые изменения внедрить в свою жизнь. Например, как правильно дышать. То есть, скажем так, практика для тех, кто очень нетерпелив. Абсолютно. Если система работает, то реально очень быстро можно сделать изменения. Очень быстро. Но кроме того, чтобы прийти к этому правилу 4П, нужно все-таки еще правильно мыслить в плане том, что настроить себя на изменения. Некоторые просто хотят, утром просыпаются, потянулись, ой, как хотелось бы сегодня, что-то хорошее для себя. И на этом все заканчивается. Как здесь себя мотивировать для того, чтобы изменения все-таки наступили и путь к 4П все-таки произошел? Да, есть известные высказывания, не помню, к сожалению, кто сказал, но если ты найдешь ответ на вопрос «Зачем?», то всегда найдется ответ на вопрос «Как?». Поэтому это о мотивации, это о смыслах жизни. Ко мне часто обращаются люди, которые болеют очень тяжелыми заболеваниями, либо онкология в какой-то степени, либо сахарный диабет, псориастом и так далее. Эти все заболевания, можно с ними работать, их можно излечивать. Это часто либо психосоматика, либо проблемы с интоксикацией, с каким-то образом жизни. Но я всегда первый вопрос задаю «Да, мы можем начать, но зачем ты живешь?». Или еще более жесткий вопрос, я часто задаю людям на терминальных стадиях, я говорю «Зачем ты хочешь умереть?». То есть человек, который не собирается жить в этом мире, он найдет кучу способов, как быть нездоровым. Он будет либо очень сильно много алкоголя употреблять, либо наркотики, либо еще что-то и так далее. Да, подавлять себя сильно, чтобы будут органы спазмированы в животе, и половина пищи не переварится, идет интоксикация, и, соответственно, человек медленно умирает. То же самое с людьми, которые там пенсионного возраста. Если мы находим для них систему мотивации, они начинают понимать, зачем они живут, то они могут продлить себе жизнь еще лет на 10-15, а то и 20. Поэтому слово «Зачем?» и вопрос «Зачем?» это, пожалуй, важный вопрос для сохранения здоровья, для сохранения и психического, и физического здоровья. Но не говоря о духовном развитии. Это поиск миссии, поиск предназначений. Вот на своих тренингах, я из Испании недавно вернулся, вели тренинги, на этих тренингах мы ищем предназначения. Мы садимся в группы и плавно начинаем изучать, к чему человек больше талантлив, что у него хорошо получается, и что может приносить ему определенный доход, чтобы он больше о других вещах не думал, чтобы он мог сфокусироваться на каком-то виде деятельности, которая приносит ему радость, удовольствие, еще и материальный достаток. И тогда человек может действительно заниматься только этим делом, и отвечать на себе вопрос «Зачем?». А здоровье постепенно подтянется, потому что есть технологии, в том числе у меня эти технологии, которые я там последние 10 лет исповедую, и они работают. Эти технологии позволяют людям продлевать жизнь на 15-20 лет больше. Вот так, друзья. Ну что ж, на самом деле ограничены мы в эфирном времени, но весьма успешно и быстро рассказали вам основных, скажем так, критерий, что нужно делать для того, чтобы изменить свою жизнь. Самое главное, поставьте себе мотивацию, зачем это нужно. А я думаю, что мотивация главная, чтобы жить хорошо и успешно, и главное, счастливо.